Добрый день, дорогие друзья! В каком бы времени вы сейчас не находились, мы рады, что вы присоединились к нам в этой небольшой программе, в которой мы прочитаем небольшой текст из Священного Писания, духовное размышление и вместе помолимся, для того, чтобы этот день посвятить и провести вместе с Богом. Наш Небесный Правитель. Господь на небесах поставил престол свой, и Царство Его всем обладает. Трое еврейских юношей были призваны исповедовать Христа перед лицом огненной печи. Царь поверил им пасть ниц и поклониться золотому истукану, который он воздвиг, пригрозив. Если они ослушаются, их заживо бросит в раскаленную печь. Но юноши ответили, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем». «И золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Правильное положение тела во время молитвы Богу – это стоять коленопреклоненно. Но только одному Богу можно было поклоняться таким образом, ибо Он есть властелин Вселенной. И трое иудейских юношей отказались воздать почести идолу, хотя он и был отлит из чистого золота. Если бы они это сделали, то поклонились бы царю Вавилонскому. Они были подвергнуты наказанию. Но сам Христос сошел с небес и ходил с ними в огне, и они не понесли никакого вреда. Это чудо произвело поразительные перемены в мыслях людей. Огромный золотой истукан, поставленный с большой пышностью, был забыт. Царь издал указ о том, что всякий, кто скажет слово против Бога этих людей, будет предан смерти. Эти верные евреи обладали огромными природными талантами, высокой интеллектуальной культурой и занимали знатное положение. Но все это не привело к тому, что они забыли Бога. Их способности находились под водительством освящающего влияние божественной благодати. В замечательном избавлении троих юношей перед огромной толпой были явлены сила и величие Божьи. Иисус встал рядом с юношами в раскаленной печи, и слава Его присутствия убедила гордого вавилонского царя, что это никто иной, как Божий Сын. От Даниила и его товарищей исходил небесный свет. Пока окружающие не поняли, что вера облагородила их жизнь и украсила их характер. Избавлением своих верных слуг Господь провозглашает, что Он вступится за угнетенных и низвергнет всякую земную власть, которая будет попирать авторитет Бога Небесного. Наш Небесный Правитель. Друзья, какая удивительная история находится на страницах Священного Писания, рассказывающая нам о том, что верность Богу всегда вознаграждается Богом. И, может быть, не всегда это будет видно явно, но мы можем быть уверены в том, что Господь ценит каждое проявление верности Ему. Пусть же Господь сегодня поможет каждому из нас быть верными, может быть, в самых маленьких делах. Давайте об этом помолимся. Господь, Ты наш Небесный Правитель. И дай сегодня в каждом малом деле, в каждой маленькой детали нашей жизни проявить верность Тебе.